привет друзья приветствую себя на канале и сегодня с очень печальной новостью и с печальными событиями которые произошлись как вы все знаете если не знаете то люди ехавшие в автобусе народное ополчение от партии опозже были в наглую расстреляны расстреляны националистами на трассе киев-харьков то есть два дня назад нападают на защитника охранника опозже в одессе вчера радикалы избивают неформалов с какой с какой стати неформалы стали проблемой в украине я я этого тоже вообще не понимаю но вот эти кадры вот вы все видите как неформалов избивают 15 17-летних детей за что за то что у него синие волосы за то что у него прическа другая за то что он в коротких штанах кого это блин ебет каких он штанах вы чего херели там совсем но не в этом проблема проблема в том что власть допустила это и за это отвечает только власти я согласен с ильей киевой который выступил очень эмоционально я понимаю что это его за дело но он выступил и он сказал правду за это отвечает лично президент лично президент за это отвечает сейчас я хочу сделать официальное заявление обращение народного депутата украины к президенту зеленскому генеральному прокурору венедиктовой к министру внутренних дел арсену авакову к начальнику национальной полиции игорю клеменко только что под харьковом на трассе киев харьков был заблокирован автобус который перевозил людей членов организации патриоты за жизнь заблокирован машинами принадлежащими группе азов и национальный корпус я обвиняю президента в том хаосе беспределя который происходит в стране два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов организации патриоты за жизнь в центре киева и никакой реакции президента на это не было никакой реакции не было правоохранительной структуры все разошлись по домам как будто бы ничего не было была заброшена граната в офис оппозиционной платформы за жизнь и также я не слышал позиции президента а президент ли у нас а или он ряженый еще раз я участник боевых действий я выполнил свой долг перед родиной я на сегодняшний день народный депутат я часть высшего органа законодательной власти в нашей стране обвиняю президента в том хаусе и беспределе который пожирает жизни сегодня на трассе киев-харьков были расстреляны люди причем это происходило не в зоне оо с а это происходило на государственной трассе в центре нашей страны стреляют убивают и пытаются нас сломить и запугать это делает только нас сильнее поверьте мне цыплят по осени посчитаем из-за каждого нашего мы заберем десятки ваши а может и сотни потому что он гарант конституции а так как он не соблюдает конституцию то вот этот адок и произошел это настолько невообразимо что не остается ни слов не остается ни никаких мыслей сейчас и за что умирают люди за политическое за политический взгляд где европейской украине президент очнись аваков должен уйти в отставку нравится ему не нравится он должен уйти в отставку он не контролирует но точнее он контролирует националистов он контролирует нациков это видно по их действиям это видно по их поступкам ну естественно вот эти все заявления герасченко раздраженное злое лицо авакова в его месседжи это все пустое это ни о чем это ни о чем в украине идет гражданская война ее разжигают и поджигают именно власть потому что только ей выгодно то что происходит сейчас даже припора такого не было припора при при его подлости жадности при всем его цинизме которые он творил но вот этих кадров не было посмотрите посмотрите как забивают людей нападают на них сколько я не вижу сколько человек там нападает на него и давайте посчитаем считаем сколько раз два три 4 5 6 7 сколько их 8 и капец какой-то это ужас за что человека забивают за что за то что он в другой партии состоит я не знаю но это самолин лэнд это беззаконие это это самое страшное то что могло случиться и чтобы сейчас власть не делала она только ухудшит положение даже если она сейчас всех арестуют но и как она может арестовать если если она уже а если власть уже точнее милиция полиция что полиция может сделать если она классифицировала уже по и rdr это как хулиганство нахер какое хулиганство убили два человека один ранен один полу попал в при смерти хулиганство когда ты нападаешь в оружие на с оружием на мирный автобус и какой какой бы там ни был он мирный они не на войне они не на в зоне конфликта они не в сражении люди ехали в автобусе и причем все заявляют о том что автобус пытался до последнего убежать и уйти от столкновения но его блокировали остановили и нахер расстреляли блин как в африканской республике как в африканской республике вот что происходит вот эти кадры вы видели после этих кадров не остается никаких слов и никаких только одни эмоции и на один негатив позор власти позор авакову позор зеленскому предали все что могли предать очень многие сейчас спросят а причем здесь нацкорпус а почему нацкорпус а потому что радион кудряшов тут же выставляет видео и показывает это на всеобщее образе обозрение вы посмотрите с каким остервенением бьют вот этого человека один из них вот он вот видите он снимает он цинично блин сука снимает фотографируют для того чтобы отправить эти фотографии избитого почти убитого человека для того чтобы опубликовать это в сети но это ли не африка это ли не не конец всей цивилизации которая которая вот какая какие-то зародки и застал какие-то какие-то ростки этой цивилизации еще были какая нахер европа какой какие вам вообще нельзя выходить из границ украины вообще никуда это 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 немыслимо простите меня за эмоции убили все что могли убить растоптали и плюнули в лицо всем кто за них голосовал вот чего они добились извините я на эмоциях всем добра пока пусть люди выживут и только все будет хорошо всем пока без